Что еще мне интересно, это будет посмотреть, как там обстоят дела на реке Салгир. Как вот, когда все завершится, как это пройдет, что будет. Да, и как раз таки, это сегодня тема одна из самых актуальных, не только в эфире нашей телепередачи, но и, в принципе, для горожан, для жителей Крымской столицы. И вот Александр Ткачев провел свою маленькую, так скажем, ревизию, о чем уже и готов с нами поделиться. Набережная реки Салгир входит в топ достопримечательности Крымской столицы. Но так она выглядела не всегда. В бетон ее русло одели к 200-летию города-собирателя. 30-е, 11-е, 1980-го года. Такое послание будущим поколениям оставили первые строители набережной реки Салгир. Сегодня впервые за 40 лет главная променадная зона Симферополя находится на реконструкции. 124 дня. Столько времени, согласно планам, потребуется для преображения русла. Визуализацию проекта можно увидеть на сайте городской администрации. Того, что такая красота, я видел картину. Того, что это будет вообще. Ну как она будет практичная или не будет практичная. Мы очень приветствуем все старания нашего нового мэра. И вот это моя гостья из Кирова. Я приезжая оцениваю. Конечно, работы ведутся очень энергично. Я думаю, что за год выйдет все красиво. Самое сложное позади. Содна Салгира сняли двухметровый слой ила. Чем успешно справились экскаваторщики-миллиораторы. Кстати, на весь Крым таких специалистов всего несколько. Планируем остров, который впоследствии будет как отдыхающая зона. Пока на одних участках продолжают снимать ил и ремонтируют бетонное русло, на других уже укладывают плитку. Проектом предусмотрено два вида мощения. Брусчатка из натурального лабрадорита и искусственный камень, имитирующий серый гранит. Отсек и цемент здесь добавляется, мешается. Потом сыпем, трамбуем, стягиваем и ложим в плитку. Писко-цементную смесь строители называют сухим раствором. После накопления влаги он прочно зафиксирует плиты. Телерадиокомпания «Крым» тоже сделает свой небольшой вклад в общее дело. Благоустраивают и прилегающую к руслу территорию. Владимир – коренной житель Симферополя. Помнит Салгир еще до того, как была оборудована набережная. Работает с удовольствием, мешает только жара и безответственные крымчане. Молодежи очень много, и когда мы только положим, сразу пытаются поломать. Много людей просто хамшки себе ведут, бросают бутылки в речку, забивают. Только почистили русло, а видите, уже опять пакеты. Или еще хуже – портят уже готовые участки набережной. Этот мост через реку Салгир был отреставрирован совсем недавно, но буквально на днях появилась надпись, оставленная вандалами. Непонятно, кому адресовано признание – то ли городской администрации, то ли даме сердца. Но и на хулиганов найдется управа. После окончания основных ремонтных работ набережную снабдят камерами наблюдения и будут регулярно патрулировать. На этом участке уже уложена плитка и установлено чугунное ограждение. В скором времени вся набережная реки Салгир будет выглядеть так же опрятно и нарядно. Александр Ткачев, Максим Турщев. Утро нового дня.